Всем привет! Меня зовут Непомощик Данил. Я team lead компании PureWeb. Занимаюсь разработкой веб и мобильных приложений на стеке React, React Native. И сегодня я хочу с вами поговорить о такой актуальной и достаточно спорной теме, как архитектура и проектирование фронтенд-приложений. В этом докладе я не собираюсь рассматривать различные варианты реализации, как-то сравнивать их, выделять плюсы и минусы. А хочу вам рассказать о том, какие у нас были проблемы, как мы их решали, эволюционировали. Также мы немного поговорим про фьючер-слайз-дизайн и расскажу о таком процессе, как проектирование, и вообще, что у нас в него входит. Но для начала расскажу, кто вообще мы такие. Мы, компания PureWeb, занимаемся разработкой MVP-проектов на рынке уже 9 лет. За это время разработали более 300 проектов. Основной наш стэк разработки — это React, React Native. Но также в последнее время мы, в принципе, не брезгуем брать проекты на Vue.js и Flutter. В среднем разработка у нас длится 3-6 месяцев. Но также есть и большие проекты с большими командами, где разработка может длиться год, а то и все 6 лет. Из-за того, что у нас много команд, проектов, нам часто приходится перемещать разработчиков между ними. И на то, может быть, на самом деле, несколько причин. Но чаще всего где-то стартанул новый проект, где-то закрылся старый. И вроде все бы ничего, но есть один маленький нюанс. Каждая команда пишет так, как ей по кайфу. И из-за этого возникли следующие у нас проблемы. Во-первых, это долгий анбординг на проекты. Также у нас так сложилось, что единственный источник всей архитектуры на проекте является TeamLead. И, как я уже сказал ранее, его в любой момент могли переставить на другой проект. На его место приходил новый. Он либо как-то попытался во всем разобраться, либо просто забивал и писал, как он хочет. Из-за этого проекты со временем просто превращались в кашу. Ну и вдобавок ко всему, бывают такие забавные кейсы, когда на проекте может и не быть TeamLead. И из-за этого со временем вырастал там огромный технический долг. На самом деле эти проблемы, как правило, не сильно отражались в целом на судьбе проекта, так как они возникали именно в тот момент, когда проект из активной стадии разработки приходил в более пассивную, то есть на поддержку. Но есть проблемы, которые могли возникнуть уже прямо на старте. И они, как раз таки, более технические. То есть из-за того, что мы не могли на старте объективно оценить всю сложность и нюансы проекта, возникали следующие проблемы. Это никто не закладывал расширяемость, и как следствие с увеличением кодовой базы добавление новых фичей было прям целым испытанием. Вдобавок ко всему невозможно было поддерживать старые проекты. Из-за высокой связанности кода, отсутствия определенной структуры, и в принципе мы могли на проекте, которому всего лишь год, поставить уже крест Legacy. Вдобавок ко всему постоянное дублирование. Новые разработчики не знали всей кодовой базы. А если старый разработчик где-то что-то не расшарил в общие компоненты, то он в принципе не станет в этом разбираться, создаст свой новый компонент. Из-за этого приходилось поддерживать, по сути, фичи, одни и те же, в разных местах. Ну, либо просто рефакторить, что тоже не очень. Поэтому нам надо было с этим как-то бороться, и мы стали эволюционировать. На схеме вы увидите примерную схему нашей эволюции, и сейчас мы подробнее поговорим про каждый этап. Первое, что мы решили сделать, это писать вокруг того, чем это является. То есть константы мы все выносили в константы, хуки в хуки. Вроде бы, да, появилась структура, но как будто бы ничего не поменялось. У нас теперь каша не по всему проекту, а в определенных местах. То есть если посмотреть, например, того же стора, мы все редюсеры выносили в редюсеры, саги в саги и так далее. Или, допустим, папку хуки, где были собраны хуки со всего проекта. И как будто бы, да, это сложно поддерживать. И, по сути, нам этот шаг практически ничего не дал. Поэтому мы пошли дальше и стали использовать DAX-архитектуру. По QR-коду вы можете почитать статью. Статья достаточно известная, популярная. И в целом опишу вкратце, что из себя представляет DAX. По сути, мы дробим стор на определенные сущности. И дальше внутри каждой сущности описываем редюсеры, селекторы, ну и так далее. И в целом могу сказать, что подход хорошо зарекомендовал себя. Правда, проблема в том, что он покрывал, решал проблемы только в одном слое нашего приложения. Но все приложение также оставалось сложно поддерживать. Поэтому нужно было двигаться дальше. И мы решили использовать presentation and container components. Также по QR-коду можете почитать статью Дэна Абрамова про это. Там, кстати, единственное, скорее всего, VPN понадобится. Статья в свое время получила свою популярность. И мы решили попробовать. Почему бы нет? Если вкратце, то подход заключается в том, что в компонентах мы пишем компоненты, которые не связаны с редаксом, а в containers, которые имеют хоть какую-то связь. И тут сразу можно выделить несколько плюсов. Во-первых, этот подход имеет хоть какие-то правила. То есть у разработчиков появилось более-менее какое-то понимание, что и где должно лежать. Но также мы можем здесь увидеть хоть какие-то первые признаки архитектуры. То есть у нас приложение начало делиться на какие-то слои. Но также у этого подхода есть и определенные недостатки. Во-первых, это горизонтальный рост папа Components and Containers. Также постоянно лишние перемещения. То есть сначала у нас был обычный компонент, потом в какой-то момент там понадобился редакс. И что мы делаем? Мы его переносим в папку Containers. Это, в принципе, как-то могло заэффектить уже существующий код. И вдобавок ко всему, на сложных контейнерах код становился громоздким и появлялась высокая связанность. Поэтому если нам приходилось что-то оттуда вытащить, то это всегда приводило к рефакторингу, что тоже как бы не очень. Проанализировав наши предыдущие шаги, мы пришли к выводу, что, в принципе, они-то по сути не избавили нас от изначальных проблем. У нас все так же нет документации, высокая связанность. Да, такие подходы, как DAX, хорошо зарекомендовали себя, но они не решали всех наших изначальных проблем. Поэтому мы пошли дальше и наткнулись на Fitch Slice Design. Про FSD мы поговорим чуть позже подробнее, но пока можете почитать документацию, посмотреть, что она себя представляет. И выделю преимущества FSD, которые нам дали. Это разработчикам стало проще переходить между проектами, так как они стали выглядеть плюс-минус одинаково. Да, поначалу каждый понимал FSD по-своему. Но со временем мы в этом плане немного засинхронились. Это было непросто, но теперь уже более-менее понимание у нас единое. Вдобавок ко всему, код стало проще поддерживать, так как есть хоть какая-то изолированность модулей и предсказуемость зависимости. Те, кто не знаком FSD, опишу вкратце, у нас все зависимости тянутся снизу вверх. То есть сверху вниз они уже не идут. Мы это также рассмотрим на примерах. И вдобавок ко всему, мы можем делать проектирование как на уровне всего проекта, так и на уровне конкретных задач. И когда мы внедрили FSD, он в принципе, да, нам помог, но все равно остались какие-то проблемы. Поэтому, отвечая на вопрос, а решает ли хорошая архитектура все проблемы, на самом деле нет. Так как каждый проект уникален и со своими особенностями, то нужно на старте проекта учесть все его нюансы. Поэтому мы, в принципе, и пришли к проектированию. Про проектирование мы также поговорим чуть подробнее позже. А вообще, что нам дало проектирование? Мы имеем полное представление о проекте, его нюансах. Также логика проекта продумывается системным аналитиком, и спорные моменты закрываются еще до начала разработки. Ну и, что самое главное для заказчика, и, в принципе, для нас, оценка проектов стала точнее. Теперь переходим к следующей части доклада и поговорим про FSD. Но для начала давайте попробуем разобраться в таком вопросе. А что вообще такое архитектура? Сложно дать какое-то конкретное определение, но, по крайней мере, можно сказать, что архитектура определяет организацию и взаимодействие компонентов приложения. Она описывает, как различные части приложения взаимодействуют между собой, а также определяет принципы, которыми руководствуются разработчики. Какой вывод можно сделать из этого? Ну, как минимум то, что архитектура — это не про папочки. Если красиво раскидать компоненты по папочкам, это сложно назвать архитектурой, так как у нее есть определенные требования. Это поддерживаемость, расширяемость, гибкость и надежность. И тут можно задаться вопросом, а есть ли уже готовые и описанные варианты реализации архитектуры на фронте? И на самом деле нет. Если, допустим, посмотреть на БК, то там давно уже написано куча статей, книг про вертикал слайс, ддд. У нас же с этим пока все грустно. Так как мы, по сути, недавно только поняли, что мы, оказывается, это давно не верстаем, просто HTML-странички, а мы, по сути, пишем полноценные сложные приложения. И вот как раз-таки с увеличением сложности фронтенд-проектов вопрос об архитектуре таких приложений все больше становится актуальным. Но, к сожалению, пока более конкретных, более-менее универсальных решений нет. Но чтобы не останавливаться на такой грустной ноте, давайте подумаем, а вообще в какую сторону мы можем двигаться. И для этого попробуем представить себе обычную веб-страницу. Что мы можем там увидеть? Мы можем увидеть как минимум три слоя. Слой представления, то есть UI-слой, слой логики и слой данных. По сути, эти слои должны быть независимы, также изменяться, и у разработчиков должно быть четкое понимание, что и где они должны писать. И, опять же, можно задаться вопросом, может, уже есть какие-то готовые паттерны, подходы, которые мы можем у себя использовать и интегрировать. И если посмотреть на ту же мобильную разработку, то там активно используется Model View Pattern. Их, конечно, есть несколько видов, MVC, MVP, но мы сейчас просто вкратце рассмотрим MVVM. То есть у нас есть слой View, с которым взаимодействует, по сути, пользователь. Он шлет команды во ViewModel, ViewModel это обрабатывает, как-то обновляет наш слой данных, читает его, ну и дальше продолжает через байндеры взаимодействовать с UI. И теперь, порассуждав об архитектуре, давайте спустимся на землю и посмотрим, что вообще происходит у нас. А у нас примерно происходит следующее. Здесь я привел достаточно типичный React-компонент. Что мы можем тут увидеть? А мы можем увидеть тут и слой логики, и слой представления. То есть как будто бы мы все смешиваем и непонятно как-то пытаемся разделить это. Так вот, чем вообще может нам помочь FSD в этом плане? Сразу оговорюсь, что FSD — это не архитектура. Это архитектурная методология для проектирования фронтенд-приложений. Ее основная цель — сделать проект понятным и структурированным. И дабы не быть голословным, давайте рассмотрим пример структуры проекта на FSD. Что мы здесь можем увидеть? В первую очередь — это слои. У нас есть Share слой, в котором мы, по сути, включаем общие UI-компоненты, hooky, utils, которые никак не связаны с бизнесом самого приложения. Также у нас есть сущности, которые включают в себя UI-представления и также реализуют модель данных. Добавок ко всему у нас есть фичи. Фичи уже как раз-таки реализуют определенные бизнес-процессы. То есть пользователь нажал на кнопочку, должно произойти то-то, то-то. Виджеты уже комбинируют это. И в Pg, ну Pg, Pg — страницы. Про слой Processes я хотел рассказать, но мы насчет него долгое время спорили, что там должно лежать. Вроде пришли к единому пониманию, но когда я готовился к докладу, то узнал, что, оказывается, он деприкейтед. Поэтому не будем останавливаться. И также есть слой App, в который как раз-таки в итоге перенесли Processes. Там уже идет рутовая инициализация проекта. Наш индекс-файл проекта, развертывание стора, навигация и так далее. Каждый из этих слоев мы делим на слайсы, кроме слоя App и Shareit. Слайсы, по сути, это уже бизнес-сущности. И внутри каждого слайса мы описываем его UI, модель, API, LIPS и так далее. И еще важный момент, что каким образом вообще тянутся зависимости. Все зависимости идут снизу вверх. То есть мы можем импортировать entities, виджеты, но мы не можем виджеты импортировать в entities. Это просто запрещено. Теперь, чтобы было более-менее понятней, давайте попробуем разбить простую страницу по FSD. Что у нас есть? У нас есть страница с постами. Страница максимально простая. И давайте попробуем извлечь оттуда entities. Что мы можем получить? Ну, мы можем получить, как минимум, представление юзера. И также мы можем отсюда вытащить представление поста. Но стоит обратить внимание, что тут нет уже кнопочек. А куда они делись? А они у нас как раз-таки попадают в фичи, так как они уже реализуют внутри себя определенные бизнес-процессы. Мы здесь создаем две фичи. Это share и like. И теперь переходим к самому главному. Виджеты. Имея определенный набор сущностей и фичей, мы дальше можем продолжить комбинировать бесконечное количество виджетов. Условно говоря, бесконечное. То есть мы сейчас создали ту карточку поста, которая была изначально. Также, допустим, на другой странице нам понадобилась карточка только с одной кнопкой лайка. И мы уже как бы не будем пробрасывать дополнительный props из hide share. А мы уже создадим, по сути, отдельный компонент и просто соберем в нем фичи и entities. И аналогично с кнопкой share. И теперь рассмотрим еще один интересный кейс. Появляется определенное требование от заказчика. Он хочет просто текстовые посты. И как это вообще повлияет на то, что мы уже написали. А на самом деле практически никак. Что мы сделаем? Мы, по сути, создаем сущность, где просто сверстаем эту карточку. А фичи у нас уже есть. И дальше мы аналогичным образом продолжаем комбинировать все эти виджеты. И дальше уже внедряем их в страницы. По сути, мы просто создали новые компоненты, но при этом не лезли в старые, ничего там не переписывали. И, по сути, наши изменения заэффектили только сами страницы. Теперь рассмотрим вообще преимущества FSD. Методология, по сути, не привязана к конкретному языку программирования, фреймворку. Также есть документация и комьюнити. Насчет документации, конечно, можно поспорить. Там многие вещи есть неактуальные, некоторые вообще непонятные. Но благо, большое комьюнити это прекрасно закрывает. Также есть изолируемость модулей и предсказуемость зависимостей, как уже было рассмотрено на предыдущих примерах. Есть ориентированность на потребности бизнеса и пользователей. И, что самое главное, как мне кажется, это head-first подход. То есть мы сначала проектируем какую-то фичу, как мы сделали со страницей с постами, а потом уже приступаем непосредственно к реализации. Также ФСД заставляет сразу разбивать компоненты по зонам ответственности. И, по сути, компоненты уже лежат там, где они лежат. И это избавляет нас от каких-то дополнительных лишних перемещений. Но также у ФСД есть и недостатки. Это увеличивается пара входа, так как молодым разработчикам достаточно сложно вообще разобраться, что и где, как разбить, что такое сущности и так далее. Также тратится дополнительное время на проектирование. Тут, опять же, это можно назвать как и плюс, так и минус, потому что, с одной стороны, вроде бы мы используем head-first подход, то есть подумали, а потом сделали, но, с другой стороны, это, опять же, дополнительное время. Аналогичная ситуация и с сильной раздробленностью приложения. С одной стороны, мы все разбили и дальше продолжаем комбинировать, как было на примере, а с другой стороны, мы как будто бы разбиваем там, где это как бы и не требуется. Также нет строгих ограничений, и в некоторых кейсах, в принципе, постоянно начинаются споры между разработчиками, а как это сделать лучше. И то же самое это касается и код-ревью, потому что приходится более тщательно валидировать, лучше погружаться в задачу, которую сделал разработчик, и, опять же, постоянно спорить. И полноценное исследование методологии может усложнить добавление новых фичей. Те проблемы, которые мы могли решить буквально тремя-четырьмя строчками кода, сейчас нужно будет иногда создать фичу, иногда энтетис, иногда еще и виджет, ну, как будто бы лишнее усложнение. Но что еще дает нам FSD? А FSD дает нам возможность, по сути, построить всю диаграмму проекта еще до того, как он пришел в разработку. Мы сделаем следующие паутинки у себя перед тем, как приступить к разработке проекта. Здесь я, для примера, расписал ту страницу pages, которую мы рассмотрели ранее. То есть тут есть энтетис, есть слайсы, также есть сами компоненты, ну и аналогичная ситуация с фичами. Что тут стоит отметить? Подобную диаграмму не всегда стоит делать именно прямо на старте, полноценно ее расписывать. Почему? Потому что на это, во-первых, уйдет, скорее всего, очень много времени, и есть огромный шанс где-то накосячить. Из-за этого мы как делаем? Мы иногда, если проект действительно сложный и имеет высокую связанность, то мы делаем ее немного урезанной. Мы делаем, получается, слои и слайсы, а уже конкретные компоненты мы расписываем в процессе реализации этих фичей. То есть, когда разработчик получает задачу, он, во-первых, строит диаграмму этой страницы, потом его валидирует, если все окей, он приступает к реализации. Теперь про проектирование. Из чего состоит у нас проектирование? Во-первых, это диаграмма проекта, которую мы рассмотрели ранее. Также мы строим аналогичным образом диаграмму роутинга, где указываем все страницы и связи. Также мы используем у себя contract-first подход. То есть мы вместе с бэкэндерами описываем опишку, ну, точнее, условно говоря, опишку, респонс, реквест ДТО. И дальше мы, по сути, можем начинать разработку, не дожидаясь бэкэнда. Также на этапе проектирования у нас идет формирование стека и изучение R&D задач. То есть мы смотрим, что мы можем сделать, какие есть способы, какие библиотеки использовать, выделяем все нюансы и смотрим, на что идет меньше времени, на что идет больше, но при этом дает такие-то плюсы. И также системный аналитик строит у нас BPMN-диаграмму, где, по сути, описана вся логика нашего приложения. Вот, для примера, я привел схему роутинга. Это пример из React Native, но для веба будет плюс-минус то же самое. То есть мы описываем стеки и дальше скрины. И потом, когда уже стартует проект, мы, по сути, его инициализируем и сразу можем это все настроить и расписать. И дальше уже разработчики будут писать внутри этих страниц. Что вообще дает нам проектирование? На старте мы имеем уже, во-первых, полное представление о проекте. Также мы можем достаточно точно рассчитать сроки и бюджет проекта, подобрать оптимальный стек в зависимости от сложности. Ну и вдобавку всему мы получаем паутинку проекта, которая используем на протяжении всего проекта как документацию. Есть, правда, маленький нюанс, ее нужно поддерживать и не забивать. Также мы получаем контракт нашей опихи. И самое главное, что вообще дает проектирование заказчику. Во-первых, заказчик получает артефакты. Если вдруг по каким-то непонятным причинам он отказался работать именно с нами, то он набирает новую команду, либо уходит к какой-то уже существующей команде. И он просто передает ей эти артефакты, и они дальше могут использовать. И начинать разработку с этими артефактами. Также заказчик лучше понимает логику проекта благодаря системному аналитику. То есть, как правило, есть пробелы в логике всегда. И все эти кейсы прорабатываются и уже закрываются, а не в процессе, когда мы делаем проект. И также заказчик имеет более точное представление о рисках, сроках и бюджете проекта. Каков итог? Наши изменения помогли улучшить нам как кодовую базу наших проектов, так и изменить процессы при разработке проекта в лучшую сторону. Разработчикам стало проще перемещаться между командами, у проектов появилась документация, ну и кодовую базу стало проще поддерживать и расширять. Да, это пока нельзя назвать идеальным, но мы продолжаем стремиться к этому. Всем спасибо за внимание. Спасибо за доклад, что осветил такую тему, очень важную для фронтенса общества, для всего. И тут с FSD у меня недавно была боль, такой кейс. Два фронтенда-разработчика на протяжении двух месяцев пишут проект, и в один момент открываю в исходе папку, а там весь экран заполнен, папку фьючерс открыл, и весь экран — это файлики. Очень много фич. Вот у тебя дома с первых слайдов был приведен пример, что мы открываем, а там у нас куча-куча-куча файлов. Вот, и вопрос, как с этим бороться, потому что это, ну, логично, что у меня очень хороший проход. И тут три варианта, как бы забить на это. Потом ты рассказал про DAX, и у меня в голове такой сложился момент, может быть, DAX внутрь FSD или FSD внутрь DAX. Тут на самом деле я правильно понимаю, что, по сути, у вас есть фичис, и вы просто все фичи, вы никак их не делите на слайсы. Ну да. Вот. И, ну, получается, из-за этого там огромная папка вырастает. Мы, в принципе, у себя любой слой, кроме shared и up, мы делим тоже на слайсах. Ну, как по аналогии с entries. То есть, если у нас есть юзер, мы все фичи юзера помещаем туда. Если у нас есть, там, не знаю, пост, то мы все фичи поста помещаем туда. И даже иногда редкие кейсы бывают, что мы, опять же, делаем дополнительную небольшую вложенность. Если прям внутри каких-то фичей юзера есть очень сильно связанные фичи, и мы дополнительно как бы создаем внутри слайса, по сути, еще один слайс. Как-то так. Спасибо. Спасибо за доклад. Можно уточнить, чем отличается FSD от DDD? Потому что, если честно, если бы я не слышал, я бы подумал, чтобы от DDD рассказ. Чем от DDD? Ну, откровенно говоря, не силен DDD. Но, по сути, на самом деле, разница как минимум очевидная. В том плане, что FSD как будто бы дает, ну, опять же, это и недостаток, что больше свобод, потому что DDD — это, по сути, архитектура, а FSD — это как бы чуть больше про папочки, чем про архитектуру. Привет, спасибо за прикладывание. Первое, что врезаю слухо, это вот последний ответ, что ты только что на прокладе говорил, что архитектура — это не папочки, FSD — это про подход к проектирую архитектуры, но FSD — это про папочки. Скорее, нет, чем да. Но, смотри, FSD — это точно, можем сказать, что это не является архитектурой. Это как бы факт. Но в чем отличие, что у нас есть какое-то деление по назначению. То есть мы хоть как-то, понятное дело, FSD рекомендует нам определенную структуру, но при этом мы как бы делим UI, пытаемся отделить UI, и пытаемся отделить вещи, которые отвечают за определенные бизнес-процессы. Да, и вот тут вот как раз таки возникает вопрос. Ну вот, там, DDD или что-то другое, есть какие-то определенные уже архитектуры, которые используются не только на бэкэнде, ну то есть это в принципе про software-произработку. И как ты считаешь, почему, условно говоря, для фронт-эда, вот ты говоришь, что фронт-эд в целом обществе достаточно молодой, почему никто не смог хорошо реализовать какие-то уже существующие подходы, по 40 лет, как софт-проектировали, вот, как условно джависты, ну там, на джава уже все равно все понятно. Почему это к нам не пришло, хотя на джаве пишут и UI-приложения тоже. Вот, это первый мой вопрос, и второй вопрос в догонку, как вы переходили на текущих проектах на FSD? Вот, и, да, я тебе обманул, еще один вопрос будет. Как, ну вот ты говоришь, что там, по-разному можно интерпретировать в FSD, кто вас следит за тем, чтобы, и следит ли кто-то, чтобы интерпретация была одинакова. А если нет, то как это в целом не решает, там, поле перехода между проектами, потому что в FSD все может быть абсолютно по-разному. Так, пойдем по вопросам. По поводу первого вопроса, почему мы, как бы, на фронте у себя до сих пор не используем те какие-то архитектуры, которым по много лет и так далее. На самом деле до сих пор непонятно, потому что, ну, как я уже сказал, мы, по сути, недавно поняли, что мы пишем что-то сложное. И тут, опять же, как будто бы из ближайшего, что мы можем использовать, это смотреть на мобильную разработку, где уже используются какие-то архитектурные решения. То есть, если посмотреть там на MVVM-паттерны, то есть у них, в принципе, это активно используется, есть уже существующие подходы. У нас пока это почему-то не, до сих пор не реализовали. То есть, там, допустим, недавно смотрел, читал статью, где чел пытался тот же MVVM внедрить в React. Там, он, по сути, делал так, чтобы React отвечал чисто за рендеринг JSX. При этом, ну, как бы у нас есть четкая Vue-модель, ну, где стейт, видимо, вы среализован, ну и так далее. То есть, как будто бы пока это только-только начинает зарождаться. И, в принципе, возможно, через несколько лет мы уже будем использовать какие-то готовые, ну, архитектурные решения, которые были раньше. ответил на вопрос? Второй вопрос какой был? Как мы переходили? Все, вспомнил. Получается, ну, во-первых, стоит обозначить, что у нас MVP-проекты. То есть, в принципе, они достаточно часто у нас стартуют. Мы как делали? Во-первых, мы сделали, ну, новые проекты, мы понемногу стали внедрять. То есть, условно говоря, у нас стартует 10 проектов, мы только два проекта делаем по FSD. Ну, ради эксперимента. Также есть проекты, которые, ну, были написаны по-старому, и там хотели, ну, попробовать вообще FSD. И они, условно говоря, брали там, допустим, создавали папку features и entities, и там пробовали вот это все комбинировать. Но и вот так вот постепенно расширялись. Типа такого. И вспомнил, был вопрос про понимание среди разработчиков. Вот. Вообще, так как, в принципе, мы плотно взаимодействуем с другими командами, мы, по сути, во-первых, у нас свое понимание доносит также Team Lead для разработчиков, но при этом все Team Lead, которые на фронтенде находятся, они собираются и постоянно обсуждают вот определенный кейс, который возникает на проекте. Если вдруг возник спорный момент, мы выносим на общее обсуждение и пытаемся в этом разобраться. Вот. Как так. У меня такой вопрос. Работая в форме выводила, что, когда команда работала над проектом, им приходилось воспитывать особую культуру, что можно было из FSD проводить строго ревью коды, чтобы в нем соблюдать архитектурные принципы. Так, уточним маленький момент. Мы сейчас говорим про то, что доносить до разработчиков, что нужно вот именно по FSD писать или... Нет, я именно по команде спрашиваю. Как она к этому относилась? О, ну тут на самом деле есть по-разному. Скажем так, было деление на два лагеря. Кто-то, да, отлично, FSD полетели. Кто-то, а зачем нам FSD? Вот. И, в принципе, на самом деле споры немного продолжаются до сих пор, но при этом как бы большая часть пока все-таки склонна к FSD. То есть мы, в принципе, мы стараемся как-то на митингах это объяснить, в чем конкретное преимущество, как-то помогаем тем командам, которые только впервые используют FSD, вот именно разобраться во всем этом. Ну и, скажем так, пока большая часть все-таки склонна к FSD. Большое спасибо за этот доклад. Интересно. Можно наслать, вернусь, где ты с постами рассматривал? Да, сейчас. Какое именно из них? Да, вот еще раз. Вот получается, смотри. Ты говоришь, что карты, что постарты да, в дальнейшем мы эти фичи и сущности собираем в виджет. Теперь смотри. Сам пост есть, где внедряться посты. Это ведь тоже по сути виджет. Вот. Затронул спорный момент FSD. С одной стороны, да. По сути, нам никто не ограничивает сделать это виджетом. Но, допустим, в данной реализации, которую я представил, у нас список будет, по сути, создаваться внутри страницы. Да. Смотри, допустим. Мы просто заработаем. Интересно. Ну и получается, ведь можно в пост-висте и внутричном так же чем-то не знать, в чем будет. Получается, сама суть в виджет, он может использовать то, чьи он про них знает. по направлению банка. Но он не может использовать соседнюю вещь. Да. Он может использовать то, чьи он про них знает. Ему не важно, в чем будет. То есть, в итоге, он же выжилит газировал, что он будет рисовать. Теперь дальше отличается если он вычислите, то шарка статьи и сущность. Это футерская и сущность. В итоге, они собираются в чем-то больше. И что, по курсу, дальше показалось, что я оставил дело статьи, шарку статьи только кнопочки вынесут к чьи. Получается, затем, когда заказчик делает текст, вы создаете как-то альтериум шарка статьи и кнопочки и чьи затем не просто конкутируешь шарку и сущность и все и чьи просто когда-то я понял, да, поднял достаточно такой спорный вопрос, потому что смотри, в чем суть. По сути, да, мы можем в принципе виджетами сделать списки. Мы можем сделать виджетами просто карточки. Мы можем, как ты уже сказал, что мы можем сделать список, внутри которого будем пробрасывать виджет с карточками. Но это мы все будем собирать на страницах с пиджами. И тут как раз таки в этом по сути заключается проблема, что и твой и мой подход верен, но как будто бы каждый может это по-разному понимать. Но вот смотри, главная проблема для этих в том, что излишняя композиция такая получается, договорились что выносить, что не выносить. Смотри, по поводу что выносить или что не выносить. Мы стараемся выносить все-таки все, потому что ну а смысл тогда нам от ФСД. То есть, если мы просто берем страницу и посмотрели такие, ага, а тут как будто бы ничего не переиспользуется. Давайте все в странице сделаем. И смысл тогда, ну, тогда как будто бы мы пишем как по-старому, от ФСД толка нету. Поэтому мы все-таки стараемся все дробить и дальше это переиспользовать. Вопрос от дилетанта. Я ничего не понимаю об разработке интерфейсов. Смотри, а какую, ну, ладно, начну с того, что все развивается по спиратике и сначала кофт как-то лежит хаотично в папочках, потом вы приходите к ФСД, потом наступает какой-то момент, когда туда уже ничего не укладывается и все опять начинает складываться хротично, потому что ай, там, где я разберется, мы идем по зависимости. Собственно, а какую проблему это вы решаете? Ну, разве у вас там что-то 5 миллионов файлов, которые надо по папочкам разложить, вряд ли их там как много. Смотри, какую проблему мы этим решаем. Мы этим решаем, как я сказал ранее, что по сути каждая команда видит свой проект по сути по-своему, то есть она ей так кажется правильным, она это реализует. Но из-за того, что у нас просто такая специфика, что разработчики часто переходят между командами. Когда он переходит в другую команду, смотрит на проект и видит что-то непонятное, ему приходится в этом во все анбордиться, либо пытаться как-то вообще по-своему написать. И какую проблему у нас решает ФСД, это единая документация нашей по сути структуры. То есть если человек на разных проектах писал по ФСД, то перейдя на другой проект по ФСД, он в принципе поймет, что там написано. Понятно. Спасибо. Второй вопрос. Интерфейс, кнопочки, это все, конечно, классно. А как быть, если вы делаете не сайт с постами, а какое-то большое приложение, ну не знаю, чем-то на скидку, типа, есть же аналоги фотошопа онлайн, большущий фоторедактор с огромной связностью компонентов, кучей инструментов, а где находится вот тот самый код, который отличает за всю эту связность? Это же нельзя так декомпозировать на маленькие части? Я понял, да. Был на самом деле похожий кейс, когда приходилось сделать векторные карты, где именно была очень большая связанность и в принципе вот это как раз таки один из тех моментов, когда вроде бы стоит отойти от FSD и по сути записать всю вот эту большую часть приложения, именно по сути сделать ее как модуль отдельный. Хорошо, спасибо. Спасибо за дать. Лучший вопрос такой. Куда лояут? Лояут? Да. Есть два момента, как мы можем это сделать. Есть вариант с сущностями и есть вариант с виджетами. Ну и у вас там уже есть блок системы ? Пока нет. Спасибо. 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 вакансия есть. В принципе вакансия есть. Спасибо большое за доклад. Есть вопрос, наверное, не очень стандартная тема. А как вы тестируете ваши как мы тестируем? Ну с этим подходом как у вас тесты вообще решили? Скажу так, это сейчас может прозвучать странно, но у нас из-за специфики нашей разработки у нас нет тестов. У меня такой вопрос не пытаетесь его все время реализовать какую-то новую архитектуру, при этом мы сами не понимаем, что все время не для этого ДТ, парк перекладок еще раз не рассматривая какие-то просто известные приборы которые уже давно реализовали подобные архитектуры например даже роботы взяли модели сущности и используют и вызывают и не нужны более бесконечным построением парок и так далее не усомняют в себе жизнь такими подходами смотри в чем в принципе по сути преимущества этого подхода во-первых он уже давно проверен и во-вторых то есть он хорошо задокументирован это скажем так хорошо для бизнеса то есть когда у нас много разработчиков вот те документации вот те описания используйте что касается уже готовых архитектурных решений то пока я как-то не встречал вот именно то же описание реализации ДДД на фронте условно говоря но понятное дело кто-то тогда написал но именно полноценные примеры работающих приложений на этом как бы пока нет и да есть энтузиасты которые могут попытаться внедрить что-то уже существующее но вот именно из-за того что нет пока готовых каких-то решений поэтому нам приходится пока все-таки останавливаться на этом по сути возможно фсд это есть какой-то промежуточный этап но это атом ты сейчас про атомы да да Продолжение следует... Не, в принципе, мы рассматриваем уже существующие стандарты, но, допустим, тот пример, который привел, я, честно, про него не слышал. И, возможно, сейчас еще пообщаемся насчет этого. Спасибо всем за вопрос. Время.